Организованный тур в Бразилию и Аргентину с 27 февраля по 8 марта 2020 года. Этапы тура. Гид Эмилия Вид. Видеодневник. Сегодня, в первые половины дня, у нас незапланированное свободное время. Часть группы, по предложению нашего гида Эмилии, направляется на такси за наш счет в Королевский читальный зал португальской литературы. Проезжаем Рио-Имаджем, центр медицинской визуализации штата Рио-де-Жанейро. Парк Кампо-де-Сантана на площади республики. Недалеко от этого места Бразилия была объявлена республикой в 1889 году. Королевский читальный зал португальской литературы. Это официальное название уникальной библиотеки. Она была основана в 1837 году группой из 43 португальских иммигрантов с целью популяризации культуры среди португальской общины в столице тогдашней Бразильской империи. Здание библиотеки спроектировано португальским архитектором Рафаэлем де Силва и Кастро и было возведено между 1880 и 1887 годами в стиле Нео Мануэлино. Архитектурный стиль Мануэлино господствовал в Португалии во время португальских географических открытий при правлении короля Мануэля с 1495 по 1521 год. Отделка зала библиотеки и стеллажей для книг выполнена также в стиле Нео Мануэлино. По версии журнала Time в июле 2014 года библиотека заняла четвертое место среди 20 самых красивых библиотек мира. Библиотека открыта для публики с 1900 года и имеет самую большую коллекцию работ на португальском языке за пределами Португалии. Здесь хранятся 350 тысяч томов. Библиотека проводит курсы по португальскому языку и литературе, истории, антропологии и искусству. В основном для студентов университетов. Педро Альварес Кабрау, военачальник и мореплаватель, первооткрыватель и исследователь северо-восточного побережья Бразилии. Изображение и описание Астролябии, изготовленной в XIII веке. История колонизации Бразилии. Старая книга с портретом Магеллана. Магеллан по-португальски. Магальяинш. Книга о первом кругосветном плавании. К столетию кругосветного плавания Магеллана. Украшение потолков и дверей в зале. Пол библиотеки. Общий вид фасада этой исторической библиотеки. Крупнее центральная часть фасада. Детальные фасады на уровне второго этажа. Фасад между вторым и первым этажами. С фигурами выдающихся личностей португальской истории. Бюст поэта Камоэнша смотрит на его же изображение в полный рост на фасаде здания. Здание национальной библиотеки. Начало 20 века. Две грации у входа на парадную лестницу. С многоламповыми светильниками. Жоан VI. Король Соединенного Королевства Португалии, Бразилии и Алгарви. С 1816 по 1825 год. Он еще в статусе принца. И сдал указ о создании библиотеки. И средств королевской казны. Его сын Педро I стал монархом Бразилии. После признания ее независимости в 1825 году. Видно парадную лестницу с галереей следующего этажа. Украшения этой лестницы. Снимки с информационных стендов в зале и на галереях. Выход на балкон второго этажа. Вид с внешней стороны. Потолок балкона. Съемка с балкона национальной библиотеки. Напротив библиотеки дворец Педро Эрнесто. Был построен между 1919 и 1923 годами. Здесь муниципалитет города. Одна из башен муниципалитета. В этом районе в начале 20 века. Испанский предприниматель Франциско Серадор. Построил серию высоких зданий. В которых разместились лучшие кинотеатры города. Благодаря этому площадь получила неофициальное название. Синеландия. То есть страна кино. К настоящему времени большинство кинотеатров закрылось. Но регион Синеландия по-прежнему остается оживленным местом в Рио. Благодаря культурным достопримечательностям, барам и ресторанам. Еще несколько изображений из национальной библиотеки. Городской театр Рио-де-Жанейро открыт 14 июля 909 года. В театре 2252 место. И он считается главным театром Бразилии и одним из самых важных в Южной Америке. Официальное название этой площади и памятник на ней в честь одного и того же человека, Флориана Пайшоту. Он стабилизировал Первую Бразильскую Республику, образованную в 1889 году, подавив несколько восстаний. Был вторым президентом Бразилии. Обед нашей маленькой части группы, любителей библиотек. Группа в полном составе, в ожидании автобуса в аэропорт. Вылетаем из Рио-де-Жанейро в Фосду и Гуасу с пересадкой в Сан-Паулу. Последний взгляд на Рио-де-Жанейро. А теперь летим на Сан-Паулу, столице одноименного штата. Население города 12 миллионов жителей. А агломерации с городами-спутниками 30 миллионов. Здесь в январе 1554 года португальскими иезуитами был основан колледжу де Сан-Паулу де Пиротинга. Статус города-поселение получило в 1711 году. Промежуточная посадка в Сан-Паулу. А теперь вылетаем из Сан-Паулу в Фосду и Гуасу. Наконец наш самолет идет на посадку в Фосду и Гуасу. Продолжение следует... Продолжение следует...